Для Волгограда матч Мировой Лиги по водному полу – одно из ярких событий, привлекшее внимание огромного количества людей. Играли сборные России и Испании. Коллективы сегодня омолаживают свои составы, но далеко не все знают, что испанцы приехали к нам за несколько дней до игры для того, чтобы провести с россиянами совместные спортивные учения, то есть тренировочные сборы. Нам необходимо играть на самом высоком уровне, как можно больше матчей с хорошими соперниками, с тем, чтобы наши ребята набирались опыта. Что не говорите, все-таки нам пока еще не хватает опыта, и вот для этого мы здесь собрались, в общем-то пригласили испанцев, и Волгоградский клуб помогли нам с организацией этого совместного сбора, это было очень полезно. Задолго до начала матча свободных мест в Волгоградском центре водных видов спорта уже не было. Народ вынужден был ютиться в проходах между трибунами. Словом, аншлаг. Интерес подогревался тем, что в составе нашей сборной значились фамилии шестерых представителей Спартака Волгоград. Когда есть люди, которым ты проводишь долгое время в команде, в клубе, как бы с ними легче, но есть проблема в том, что надо привыкать с ребятами из Казани, из Динамо, то есть ко всем надо, и надо время, то есть все вместе сыгрываться. С этим тоже есть у нас проблемы. То есть шесть оттуда, шесть оттуда, два оттуда. Нам надо работать как можно больше вместе. На протяжении всего игрового времени играли на равных. Можно сказать, что решающую роль в общем успехе сыграл вратарь сборной и Волгоградского клуба Виктор Иванов, вытащивший несколько, казалось бы, неберущихся бросков. Подводилось к игре все как 70 лет победы. Все настраивались еще из-за этого. Была акция проведена в возложении ВМК, поэтому все настраивались очень серьезно. Неважно, что молодая команда и то, что мы выиграли первую игру у них в гостях, все равно играли в полную силу, настраивались. Не очень получалось сначала отбивать. Вроде бы все, мячи близко проходили, а труб как-то обидные. Но потом пошло нормально и дальше сложилось так, как сложилось. На большой перерыв россияне ушли в роли ведущих в счете с разницей всего лишь в один мяч 7-6. Во второй половине матча голов обе стороны забросили в три раза меньше, нежели предыдущие. 13 и 4 соответственно. Наступает некая усталость. Потом, так сказать, игроки, как говорится, начинают играть немного более осторожнее. Ну, по крайней мере, так сложилось в этой игре. Трудно сказать, чем это объясняется. Как бы там ни было, а победу одержали российские ватерполисты. 9-8. Сегодня в маечках ходили 70 лет победы. Но, к сожалению, матч тяжелый получился. Стык-стык был. Мяч-мяч. Мы провели с ними как бы перед матчем спарринги, несколько спаррингов. Вроде как бы знали их сильные стороны, но, к сожалению, вот лишний, розыгрыш лишний у нас не очень получился. Поэтому счет на табло в один мяч всего. Обращает на себя внимание то, что из 9 заброшенных в ворота испанцев мячей, 5 на счету игроков Спартака Волгоград. 2 в активе Артема Ашаева и 3 у Николая Лазарева. Последний и стал лучшим бомбардировым в составе нашей национальной команды. Матч оказался очень нервозным. Очень много мы растрачили своих моментов. Очень напряженно, тяжело. Хотя провели с ними 5 дней сбора вместе, совместных 2 раза в день не играли. Но было тяжело. Сегодня мы посвящаем эту победу в городе-герое Волгограде 70-летнему юбилею победы советского народа в Великой Отечественной войне.